Детали дня Несовершеннолетний зареченец Он переходил дорогу не по пешеходному переходу И не сразу заметил приближающуюся иномарку Ребенок 13 лет Переходил дорогу в неустановленном месте В зоне видимости пешеходного перехода Сзади чего водитель автомобиля Опель совершил наезд На данного ребенка В результате ДТП подросток получил сотрясение мозга Закрытую черепно-мозговую травму и ушиб таза По словам водителя, мальчик появился на дороге Внезапно, избежать наезда на пешехода Не получилось, сам пострадавший рассказал Инспекторам, что дорогу возле 18 Дома на Ленинградское он регулярно Переходит не по правилам Пешеходным переходом пользуется редко В ГИБДД нам сообщили, Ленинградское давно считается Одной из самых аварийных улиц в Заречном Нарушений здесь хоть отбавляй Даже во время дежурств и рейдов Полицейские просят горожан не рисковать И переходить дорогу по зебре Табынская икона Пресвятой Богородицы Накануне прошлась по Заречному Чудотворный образ под конвоем Оренбургского казачества Побывал у строящегося храма Алексия Московского в медико-санитарной части И даже в городской администрации С деталями крестного хода Екатерина Танких К строящемуся храму Алексия Московского пришло более полусотни Зареченских православных Они собрались, чтобы приложиться к Табынской иконе И попросить у нее помощи в исцелении Здоровья и спасении души Во славу чудотворной святыне Служители церкви, казаки и христиане Читали краткий молебен После чего каждый смог обратиться к Богородице И окропиться святой водой Среди молящихся есть и дети Ученики православной школы Заречного Столь значимое событие для христиан пропустить не смогли Сегодня они здесь всем составом и по своей воле На уроках ребята подробно изучали Историю этой иконы Божьей Матери И говорят, буквально поражались чудесам Табынской Факт, лошади, перевозившие во время крестного хода эту икону Как-то завернули в мусульманскую семью После чего весь род почитателей Аллаха Начал креститься Сегодня в том, что этот образ особенный Ребята убедились сами Чувствуется, когда молебен служили Солнце было С одной стороны тепло С одной стороны холодно С другой тепло До одного уже как чудеса Даже тут уже они видны В поисках свершения чуда с иконой Табынской Божьей Матери Священнослужители и казаки Оренбургского конвоя Побывали и в отделениях Зареченской больницы Здесь мимо Табынской не проходил никто Люди крестились, молились, прикладывались к иконе У сестринского поста в терапии Икона собрала десятки человек На молебен пришел и персонал больницы Богородице они молились за больных Она несет ведь не только с собой Какое-то она тепло Благодать в души наши несет Успокоение Потом Я думаю, что исцеление будет Мы увидим Я верю, да Поможет больным нашим, да С иконой Табынской Божьей Матери Казаки прошлись по палатам Побывали и в детском отделении В хирургии и в реанимации Исцелив, по крайней мере, душу больных Как считают организаторы Крестный ход отправился и в администрацию города Таким образом, икона непрерывно путешествовала По Заречному в течение дня И только к вечерней службе вернулась Приход имени Николая Чудотворца Священнослужители говорят Поход с Табынской удался Очень по-доброму воспринимают Нигде ни разу не слышал ни слова осуждения Возмущения, несмотря на то, что мы Такой шумной группой людей Прошлись по всем трем этажам Медсанчасти, казалось бы, Режим такое учреждение, где очень важна дисциплина И тишина Но, однако, для Матери Божьей было сделано исключение И для всех, кто ее сопровождал Я думаю, что это свидетельство того, что вера все-таки жива В сердце каждого человека Сегодня в полдень чудотворную святыню проводили Ее следующий пункт назначения – город Каменск-Уральский Екатерина Танких, Антон Коряков, Иван Козырев Детали дня 41 дом Жилфонда Заричного будет оборудован Общедомовыми узлами учета тепла и горячей воды за счет бюджета На эти цели выделено более 12 миллионов рублей Кому будут распределены эти средства Стало известно по итогам конкурса адресной муниципальной программы Напомним, на бесплатные общедомовые счетчики Изначально претендовали 59 домов управляющих компаний ООД СТСЖ Наш Дом и Аквариум Для участия в программе управляющие компании Должны были представить на суд конкурсной комиссии Проект прибора учета, сметную документацию И экспертиза сметы Что немаловажно, участие в конкурсе могли принимать Только дома, выбравшие способ управления Таким образом, под программу сразу не попадали 30 домов Заричного и Жилфонд сельской территории 18 домов участников выбыли из конкурса Из-за несоответствия пакета документов Сейчас на экране вы видите список тех Кто попал в муниципальную программу Жителям этих домов не придется платить за установку Узлов учета тепла и горячего водоснабжения Каждый из которых, кстати, стоит по 240 тысяч рублей В этом году расходы по остановке на себя взяла Администрация и правительство области Так муниципалитет решил помочь управляющим компаниям Напомним, федеральный закон об энергосбережении Предписывает до 1 июля 2012 года Оборудовать такими счетчиками каждый дом Это было совместное финансирование Муниципального бюджета и областного По 6,1 миллиона рублей Было выделено И вот эти, собственно, деньги были распределены Между участниками конкурса Вообще, это должны сделать управляющие компании ТСЖ Мы в данном случае помогаем Для того, чтобы снизить их каким-то образом затраты На будущее мы вообще планируем такой опыт Как софинансирование этих ТСЖ и управляющих компаний Холодное оружие внезапного действия Жители Лермонтова 31 жалуются, что их жизни угрожают огромные сосульки Свисающие с крыши дома Наша съемочная группа убедилась в том, что сосульки на доме действительно есть Однако назвать их огромными вряд ли можно Более того, на крыше соседнего 29-го дома Во время съемок этого материала уже производили работы по очистке Так что 31-й дом на данный момент уже должен быть от сосулек избавлен Эту информацию нам подтвердили и в управляющей компании ООДС Уборка снега на этих домах занимается и П. Корягин У его бригады уже распланирована работа до конца апреля Сегодня они закончат на Лермонтово Завтра приступят к улице Мира Также в ДЭЗе отмечают, что работы часто производятся по приоритету Бригады отправляются туда, где снег на крыше становится опасным для прохожих Если вы считаете, что сосульки на крыше вашего дома представляют угрозу Сообщайте об этом по телефону 71311 На Клары Цеткин сегодня утром на глазах прохожих из-под земли начал валить пар Значит прорвало трубопровод Решили жители и вызвали аварийные службы На языке специалистов эта ситуация называется выход воды на поверхность грунта Вода и пар, как и предполагали прохожие, последствия коммунальной аварии По словам ремонтников, труба, из которой происходит утечка, уже давно изношена Поэтому прорыву никто не удивился Как нам рассказали в теплопередаче Эта утечка незначительная Котельные города и станции коммунальную аварию на Клары Цеткин на себе не почувствовали Давление снижено не было Утечку коммунальщики пообещали устранить за считанные часы Главный редактор газеты Зареченская ярмарка заплатит штраф за несоблюдение избирательного кодекса Напомним, общественно-политическое издание за несколько дней до выборов 4 марта Опубликовала опрос общественного мнения по выборам в местную думу Речь идет о материале, вышедшем в печать 1 марта Здесь, помимо результата вопроса, дается прогноз результатов предстоящих выборов Хотя избирательный кодекс Свердловской области четко прописывает, что подобная информация запрещена к публикации в СМИ в течение пяти дней до дня голосования Зареченный избирком не мог пройти мимо такого несоблюдения закона И сразу после выхода материала в свет составил протокол об административном правонарушении Рассмотрение этого дела проходило в мировом суде Заречного Главный редактор ярмарки Татьяна Ладещикова свою вину признала, заявив, что о законе знала Однако, цитата, в результате напряженной деятельности в предвыборный период упустила этот момент В итоге суд назначил Ладещикова наказание в виде административного штрафа в тысячу рублей Интересная деталь За три недели до вынесения этого постановления творческий коллектив Зареченской ярмарки получил благодарность от областного суда за объективное освещение судебной тематики И был отмечен памятным знаком, символизирующим содружество фемиды и пера Горожанка Кристина Слепенчук сегодня утром чуть не провалилась в канализационный люк недалеко от седьмой школы Крышка люка отсутствовала Вместо нее одну часть отверстия закрывала фанера Другую часть затянул снег Горожанка, которая сняла дыру на камеру мобильного телефона, говорит, что чудом не провалилась в этот люк Но здесь могли проходить и дети, и пенсионеры Плохая видимость и засыпавший снег могли сыграть с ними злую шутку Кристина Слепенчук просит коммунальщиков обратить на этот, по ее словам, беспредел внимания Точное местоположение полузакрытого люка телезрительница также зафиксировала Он находится между школой номер 7 и магазином «Уралочка» на улице Олещенкова Сегодня весь мир отмечает День поэзии В честь праздника мы решили проверить, насколько хорошо Зареченцы знакомы с рифмами одного из самых известных поэтов русской литературы Мы попросили горожан вспомнить несколько строк из стихотворений Пушкина Как оказалось, такое задание пришлось под силу не всем Дорог буду, тем любезен я народу, что лиру добрую я в чувствах пробуждал Даже трудно сказать, так давно школу закончили Зима и солнце – день чудесный, а вот больше я ни одних слов не знаю Храни меня, мой талисман, храни меня во дни гонения, во дни раскаяния, волнения Ты в день печали был мне дан Ой, нет, забыл все, все забыл со школы Буря мглой небо кроет, вихри нежные крутя То как зверя назовут, то заплачут, как летят Мороз и солнце – день чудесный и так далее Я уже забыл, сейчас уже в возрасте тот Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты Как мимолетное видение, как гений чистой красоты Повторятся ли снегопады завтра? Прогноз синоптиков Гесметио через несколько секунд 22 марта снег продолжит засыпать наш город А вот температура воздуха порадует Ночью и утром минус 4 градуса Днем столько же, только со знаком плюс К вечеру столбики термометра немного опустятся и остановятся на нуле Ветер будет дуть с юга с порывами до 4 метров в секунду Атмосферное давление 730 мм ртутного столба Обо всем интересным и необычным сообщайте нам по телефону 7 11 72 Или оставляйте сообщения на нашем сайте зартв.ру За лучшую новость недели мы дарим подарки Это все детали на сегодня Увидимся с вами завтра на канале Заричный ТВ